Михаил Клеофас Агинский родился в 1765 году в Польше. От отца он наследовал титул графа. В детстве Михаил Агинский брал уроки игры на фортепиано, скрипке, совершенствовал свое музыкальное мастерство в Италии. Агинский был послом Речи Посполитой в Голландии, позже Великобритании, занимал пост казначея Великого княжества Литовского. После активного участия в восстании Костюшки был вынужден эмигрировать. Россия, Литва, а также белорусская земля, деревня Залесье Гродненской области, принимали его. Кстати, уроки музыки давал ему известный белорусский композитор Осип Козловский. Именно в Залесье Агинский прожил лучшие годы своей жизни. Именно в этом месте была написана песня «Еще Польша не погибла», которая впоследствии стала национальным гимном государства, а также знаменитый полонез «Прощание с Родиной» и многие другие произведения, которые заставляют ощущать трепет и волнение. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Для Дмитрия музыка – это не просто увлечение. Молодой человек чувствует ее и понимает, а произведения Агинского его просто зачаровывают. Проникновенная любовь к родине, к семье чувствуется в каждом слове, в каждой ноте. Я от лица всего поколения хочу сказать ему большое спасибо за его произведение. Для меня этот человек, когда я первый раз познакомился с его творчеством, он для меня показался в первую очередь патриотом. Патриотом и человеком, любящим свою семью, потому что у него очень много произведений на эту тематику. Я когда выбирал, разбирал какие-то образования, смотрел, о, тут семья, тут семья, тут родина, тут родина. Поэтому для меня, в первую очередь, кроме композитора, этот человек является настоящим семьянином и патриотом своей страны. Уже третий год по инициативе городского отдела образования и при поддержке Генерального консульства Польши проводятся подобные фестивали. Каждый год они проходят на ура. Дети готовятся к ним не по-детски, волнуются и переживают, ведь каждое выступление – это эмоциональный подъем, напряжение. Это чувства взрослые, а потому поддержка юных участников весомая. Мы уже третий раз делаем этот конкурс. Каждый год он касается другого, полского, славного человека. Первый был Чеслав Милош, потом был Корчак, в этом году Агининский. Это связано с годовщинами, которые наш польский парламент каждый год означает. И в том году, конечно, годовщин есть много, но мы каждый раз пытаемся выбрать такого человека, который был бы совместный и для поляков, и для белорусов, и для этого района. Да, конечно. И потому была идея, чтобы в тот раз конкурс был посвящен Агининскому. Мы сомневались, юбилей осенью, а проводим мы его весной. Но мы все ж таки упевнились тем, что проводить его требовало весной и провели. Провели поспехово. Спочатку так само сомневались, а тезной день мы такий репертуар, как его могли выполнять дети. Частей за все на слых нам приходит назва «Полонеза Агининска» и больше ничего. Але еще было шмат «Полонезов», еще было шмат твору, марши. Так само военные, які сочинены у Михаил Клеофаса Агининский. Ну и урешт-решт мы таким чыным, гэтым конкурсом, проведением городского конкурса, лечу удало, отзначили и от святкуемы далей гэта свята. На галоконцерте городского фестиваля выступали те, кто вышел в финал. Танцевали, исполняли знаменитые вокальные пьесы Агининского и его известные полонезы марши, гимны. Но самое главное – их понимание великой силы музыки, благодаря которой люди смогли достичь наивысшей свободы, за которую боролись на протяжении всей истории. Ведь только музыка, преодолевая догмы всех времен, всегда устремлена в грядущее. Лечу, что житёй дейность Михаила Клеофаса Агининского – это приклад нам, приклад любови до родимы, приклад патриотизму. И вот это то, что больше за все привабливает нас у этой историчной особи. Лариса Осмолович, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.